Вести Карачаева, Черкесия Вице-премьер Республики Ирина Гербекова и министр здравоохранения Карачаева Казим Шаманов провели выездное совещание в Станице Исправной. Вице-премьер Республики Ирина Гербекова и министр здравоохранения Карачаева Казим Шаманов провели выездное совещание в Станице Исправной. С января следующего года в медучреждение заступает новый врач. На данный момент с целью обеспечения медицинским обслуживанием жителей исправно из-за участковой больницы закреплены специалисты из района. В рамках рабочей поездки члены правительства также посетили ФАП в хуторе Флоровском, где в 2023 году планируется строительство нового здания фельдшерского пункта взамен существующего. Министерство труда и социального развития Республики прокомментировало обращение многодетной мамы из Усть-Джигутинского района, которое попросило главу региона Рашида Тимрезова в ходе его традиционного общения с земляками в прямом эфире республиканских телеканалов установить фиксированную дату ежемесячных детских выплат. Информацию комментирует руководитель ведомства Руслан Шаков. В соответствии с поручением главы Карачао-Черкесской республики Рашида Борисбевича Тимрезова, все выплаты осуществляются в соответствии с нормативно-правовыми актами в течение месяца без задержек и задолженности. Я хотел бы довести до всех мамочек, ни в одном субъекте на сегодняшний день фиксировано даты назначения, выплат нет. Специально я сегодня еще раз, очередной раз обратился к своим коллегам, министрам соседних субъектов, к министру Республики Адыгея, Ставропольского края, Кабардирам Балкарии и Северной Осетии. Они тоже подтвердили, что, к сожалению, несмотря на многочисленные обращения, установить одну дату назначения и отчувление выплат не получается. К примеру, Адыгея платит к 25 числу, Осетия к 22, Кабардино-Балкарская республика с 10 числа текущего месяца до последнего дня месяца. Что касается текущей выплаты за декабрь, я хотел бы успокоить всех мамочек. Вся необходимая работа в настоящее время ведется. Мы считаем, что до конца недели все получатели, все семьи с детьми получат оставшиеся выплаты. На составшейся встрече министра сельского хозяйства Республики Анзора Баташева с животноводами Крача-Чекеси рассмотрены вопросы реализации баранины. Соответствующее поручение дал руководитель региона в ходе последнего прямого эфира. Для оперативного и эффективного решения вопроса в совещании также приняли участие заместители генерального директора по административным вопросам группы компании Даматы Харун Гидиев, заместитель начальника республиканского управления ветеринарии Асхат Далаев, директор Крача-Чекесского центра развития бизнеса дополнительного офиса Россельхозбанка Елена Ашарам и представителей племенных заводов региона. Представитель Даматы рассказал о порядке реализации продукции на заводе и предложил фермерам провести экскурсию по заводу. Депутаты городской думы на составшемся итоговом заседании приняли бюджет республиканской столицы на следующий год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Он остается социально ориентированным, стабильным. Около 80% всех расходов планируется направить именно на социальную сферу. В полном объеме были учтены расходные обязательства по оплате труда, компенсации с учетом индексации на прогнозный уровень инфляции в 2023 году, выполнение всех социальных обязательств перед жителями города. Об этом сообщил мэр Черкесска Алексей Баскаев. В условиях этой санкционной политики в отношении нашего государства, в тех условиях, в которых мы все оказались, несмотря на эти сложности, мы продолжаем реализовывать все наши планы и все наши задачи. Я могу сказать, что ни один проект, ни одна задача не обменена. То есть мы продолжаем активно двигаться вперед, улучшать наш город, заниматься его благоустройством и развитием. Поэтому уверен, что мы эти планы продолжим. У нас большие планы на будущее и на будущий год, и на ближайший год. Сегодня мы приняли важный документ. Бюджет города, где все увидели, что он у нас стабильный, сбалансированный. Все социальные обязательства. Город выполняет в полном объеме, поэтому мы смотрим будущее с оптимизмом. И я уверен, что у нас все получится. В преддверии Нового года хочу поблагодарить вас за работу и пожелать мира, добра, благополучия каждому дому, каждой семье. С Новым годом наступающим! Всем удачи и спасибо тебе за работу! В Макеевку, второй по величине город ДНР, отправился очередной гуманитарный груз от Карача-Чикеси. Это свыше трех десятков тонн продовольствия, воды и новогодних елок. Основу груза составили сладкие детские новогодние подарки для малышей Донбасса, свыше 3300 наборов. Живые новогодние елки для создания атмосферы приближающегося праздника, а также питьевая вода и продовольственные наборы, состоящие из круп, масла, сахара, консервов, муки, макарон и, конечно, сладостей. Подарки от Карача-Чикеси уже прибыли в место назначения. В Карача-Чикеси зафиксирован рекордный для республики объем нового жилья в эксплуатацию. В рамках реализации оригинального проекта «Жилье» в июне этого года показатель ввода жилья для нашей республики и Минстроем России был установлен на уровне не ниже фактического ввода 2021 года и составил более 236 тысяч квадратных метров. По состоянию на 1 декабря введено в эксплуатацию свыше 299 тысяч квадратных метров. Из них 9 многоквартирных домов общей площадью более 59 тысяч квадратных метров, 1315 индивидуального жилищного строительства площадью 240 тысяч квадратных метров. Помимо этого, в текущем году начато строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство 170 объектов. За последние 10 лет в Карачао-Чекесе проведена газификация в 40 населенных пунктах республики, что вдвое превышает показатели аналогичного периода предыдущих лет. Для этого в регионе было построено более 226 километров газопроводов. Первичный пуск газа был осуществлен в 9 населенных пунктах Урупского, Зеленчукского и Карачао-Авского районов. Сто процентно завершить газификацию в республике планируется до 2025 года. Сегодня уровень газификации Карачао-Чекесе составляет более 83%. В текущем году капитальный ремонт проведен в 15 отделениях Почты России, расположенных в Хурзуке, Старокувинске, Красном Востоке, Псаучедахе, Эльбургане, Нижней Тиберде, Октябрьском, Майском, Курджино, Ваджаге, Садовом, Счастливом, Николаевском, Римгорском и Красном Кургане. Модернизация включала в себя ремонт фасада, замену кровли и окон, инженерных систем, установку новой мебели и оборудования и многое другое. Дизайн этих небольших сельских отделений теперь полностью соответствует единому корпоративному стилю компании. Кроме того, здания стали доступны для маломобильных граждан за счет пандусов, широких дверных проемов и кнопок вызова персонала. В республике всего 149 таких отделений, из них 116 являются сельскими, где почта одна из основных сервисных точек. Развитие почты России и ее региональных сельских отделений включено в народную программу «Единая Россия», которая продолжит свою реализацию и в следующем году. Центр управления регионом Карачао-Чекеси вошел в топ субъектов России по обработке обращений. В ноябре этого года ЦУР Республики достиг 100% показателей по доле обращений граждан, обработав более 700 заявок. Всего в ноябре было обработано 707 заявок. Системная работа в данном направлении ведется очень скрупулезно, рассказал старший специалист по социальным коммуникациям Центра Альберт Чамаев. Он отметил, что ЦУР находится в постоянном контакте со специалистами органов власти и благодаря их внимательному отношению к каждому вопросу удается достичь хорошего результата. Наиболее часто затрагиваемыми темами являются вопросы относительно социального обслуживания и защиты и вопросы об условиях и порядке оформления единого государственного пособия на ребенка со следующего года. Черкесский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех граждан, двое из которых являются иностранными. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими частями двух статей Уголовного кодекса. Информацию прокомментировала помощник прокурора Карачао-Черкеси по правовому обеспечению взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. Они признаны виновными в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений, предусмотренных частью первой и второй статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководство и участие в структурном подразделении преступного сообщества, а также частью четвертой статьи 228 РИМ Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой в крупном размере». В суде установлено, что обвиняемые в период с августа 2020 года по февраль 2021 года, действуя в составе преступного сообщества, выполняя роли руководителей курьеров-закладчиков, осуществляли незаконный сбыт героина дистанционным способом с использованием сети интернет. Наркотики они получали в Московской области и в Республике Северная Осетия и размещали тайники-закладки с наркотическим средством на территориях Карачаева, Черкесии, Московской области, Северной Осетии и в других регионах Российской Федерации. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Из преступного оборота было изъято наркотическое средство героин. Суд приговорил обвиняемых к 12 годам-6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также двух курьеров-закладчиц к 7 годам-6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исполнительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Региональный центр «Мой бизнес» запускает благотворительную акцию под хештегом «Мой бизнес помогает», приуроченную к Новому году. Предприниматели и все желающие могут присоединиться к доброй инициативе и оказать благотворительную помощь нуждающимся. Желающие внести лепту в мероприятия могут принести одежду, а также не скоро портящиеся продукты и разные товары народного потребления в пункт сбора в офисе центра «Мой бизнес». Черкеска по Ленина 53 с 9 до 18 часов. Горнолыжный курорт «Дамбай» готов встречать гостей на своих неповторимых склонах. В новом сезоне на курорте для отдыхающих будут работать 8 канатных дорог. Для гостей подготовлены горнолыжные трассы разных категорий сложности, широкие склоны без резких поворотов для неопытных лыжников и сложные для катания маршруты с узкими местами и перепадами высот для профессионалов и экстремалов. Ну и последняя информация. Концерт, покоривший кремлевскую сцену, повторится в Карачае-Черкесии. 23 декабря в 18 часов в Государственной филармонии выступят Марьяна Алботова, Таулан Бачаев, Ачар Меремкулов, Фатима Агирбова и Рамина Китаева, Артем Разин, Ярослав Щекланов, Айна Черкесова, Айка, ансамбль «Казачья воля» и театр танца Госфилармонии. Все вырученные от концерта средства будут направлены на поддержку военнослужащих из Карача-Черкесии, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. По данным региональных синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 4 до 9 градусов тепла. В горах места минус 1, плюс 4 и выше 2,5 тысяч метров сохраняется лавиноопасность. Утром местами на дорогах республики Гололедица. В Черкесске без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 8. Таковы наиболее заметные события республики. Новостной блок провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России. Карачаево, Черкесия.